Почему-то в наше время импровизация не имеет такого важного значения для творчества, как раньше. Некоторые, и немало людей, к ней относятся даже чуть ли не с презрением. И это странно и прискорбно, ведь классики, причем не только литературы, зачастую основывались именно на импровизации. Музыканты, художники, сценаристы и многие другие, все они использовали в творчестве прием импровизации, иногда давлеющий над всеми остальными. Сценарий фильма Кинзадзо описался на ходу, Ричи Блэкмор на концертах играет на гитаре соло импровизируя, рэперу устраивает свои батлы на шару. Конечно, нельзя говорить, что импровиз – это ключ к успеху, но он – одна из составляющих его, причем наиважнейшая. Как сказал один известный музыкант, ваша задача состоит в том, чтобы играть те ноты, что звучат в вашей голове. На одном голом ремесле далеко не уедешь. Зарабатывать можно, но стать великим – нет. У писателей существует прием потока сознания, когда пишешь то, что прямо сейчас приходит в голову. Итак, как оно придумывается на ходу? У каждого свои способности в импровизации. Кому-то она дается лучше, кому-то хуже. Но, тренируя ее, вы тем самым развиваете сами себя, свой творческий потенциал, психологические возможности. Если не получается играть всю фразу на чистом вдохновении, попробуйте, хотя бы для начала, сделать нотную заготовку и, отталкиваясь от нее, видоизменять созданное, вставлять импровизационные куски. Кое-кто из писателей, например, Харлан Эллисон, признаются, что работают исключительно на импульсе, даруемому музой. Так они пишут целые рассказы о той повести с романами. Стивен Кинг заранее не планирует свои книги. Говард Лавкрафт говорил, что надо писать под сознанием, а не сознанием, потому что оно более талантливое и, если угодно, литературное. Так сложнее, но эффект получается более сильный, впечатляющий, разноплановый, смысловой. То, что было сказано об игре на гитаре или другом музыкальном инструменте, относится и к написанию текстов. Импровизация считается легким приемом, но это отнюдь не так. Она ближе всего к душе и психике человека, хотя бы потому, что зародилась тысячелетия назад, наверное, первый среди способов творчества. Однако это вовсе не означает, что придумывать на ходу легко. Придумывать может и легко кому-то, но вот создавать то, что будет действительно оригинально и увлекательно, ой как непросто. Впрочем, при должном старании способности к импровизации можно развить. Насколько? Зависит от врожденных способностей, усердия, окружения, ну и еще некоторых факторов.